Купала Ивана Купала, праздник летнего солнцеворота, Иванов день, Купайлица, Ивантравник, Ярилин день. Вот лишь некоторые из названий древнего праздника восточных славян, по-прежнему популярного в наших краях. В селе Новоивановка Амросиевского района помнят о традициях предков. Праздник солнца, зрелости и зеленого покоса здесь принято отмечать старинными обрядами, играми и песнями. Добрый вечер, гости званные и желанные, приходите погулять, да Купаву повстречать, песни, лето, танцевать. Ой, да-да, я глаза упала, с неба звезда упала, ой, да-да, мою ладонь, прямо в мою ладонь. Село Новоивановка расположено на правом берегу реки Сухой Еланчик. У места впадения в нее правого притока – речки Павловки. Здесь Еланчик перегорожен дамбой, вследствие чего образовался Ивановский стовок – одно из любимых мест купания сельской ребятни. 7 июля, в день Ивана Купала, сюда спешили и местные, и приезжие. Надо понимать, что мы находимся в Новоивановке, Ивановка, да, праздник Ивана Купала. Ну, это как бы наш национальный праздник. Еще до того, когда я здесь жил и работал, очень наши предки, даже недалекие предки, наши родители отмечали этот праздник, так же весело и интересно. Мы тоже поддерживаем эту всю инициативу, проводим этот праздник. Еще вы должны понять, что после трагических событий, которые прошли в 2013-2014 году, наш народ устал от войны, устал от раздора. Нам нужен праздник, нам нужен отдых, нам нужно развлечение. Мы хотим жить, работать, веселиться, собирать урожай, праздновать и получать от жизни удовольствие. Сегодня мы с вами все собрались здесь на празднование одного из самых ярких, самых колоритных древнеславянских праздников. День Ивана Купала богат на красивые традиции, красивые обряды. Это такие, как венки, сплетенные девичьими руками, плывущие по воде. Это костры на берегу реки, через которые будет прыгать молодежь. Издревле считалось, что в темную ночь на Ивана Купала все зло, собравшееся, остается по ту сторону костра. Так вот, я желаю, чтобы у нас все наши невзгоды, все наши горести остались по ту сторону костра. Подготовку и реализацию культурной программы праздника взял на себя творческий коллектив Новоивановского сельского клуба. Все делается для наших людей, чтобы наши люди отдохнули и почувствовали немножечко какую-то радость, потому что все мы знаем, что немножко нас напрягает в этой ситуации сейчас всех. А мы стараемся для людей сделать праздничную программу. Здесь мы будем благословлять наших руководителей на жнива, на уборку 2016. У нас так и называется урожай 2016. Здесь мы будем встречать Нептуна с русалками. У нас девчонки будут плести венки, мы будем, как по старой традиции, обряд проводить. У нас будут пускать на воду веночки. Все это красочно, под музыку. Не забывая о традициях предков, привнести в купальские гуляния что-то новое, свое, новоивановское. С такой сверхзадачей подошли к написанию сценария праздника Светлана Лантратова и ее подопечные. Я тоже выросла в селе. И этот праздник, как бы у нас, для меня он не новый, не открытие. Мы тоже ходили на ставки, плели венки, как-то и слушали бабушек наших, которые рассказывали об этом празднике. Ну а сейчас хочется что-то внести, какую-то новую струю в этот праздник, немножечко более посовременнее, покрасивее. На землях Новоивановской сельской администрации расположены три крупных сельхозпредприятия. Одно из них возглавляет Борис Будко. К сбору зерна местные аграрии уже приступили. Судя по предварительным итогам, Жатва-2016 обещает дать хороший урожай. Начали ячмень яровой, первое поле убрали. Тоже зерноградский селец, первая репродукция щедрый. Мы убрали по 58 центнеров с гектара. Это очень хорошее? Для нашей зоны по ячменю это очень прекрасно. Есть у нас еще сорта, два сорта российской селекции зерноградской. Это пшеница станичная и аскет. Вид хороший. Есть, я думаю, до 50 центнеров с гектара соберем. Вы только твердые зерновые, да? Да, твердые зерновые. Есть у нас и пропоршные культуры, подсолнечная кукуруза. Там какие видны урожаи? Тоже хорошие. Подсолнечная к хорошему состоянию на данный момент. Есть некоторые посевы уже в фазе цветения, а некоторые еще поздние посевы после дождя. Но выглядят хорошо. Посевы чистые, не загрязненные. То есть есть повод радоваться. Глава Амросиевской районной администрации вручил новоивановским аграриям символические снопы пшеницы, как залог богатого урожая. Николай Тарасенко убежден, в 2016 году закромородины будут с хлебом. Аграрии Амросиевского района уверенно выходят на новые объемы поставок сельхозпродукции. Мы сели всегда в районе 14-15 тысяч гектаров зимой пшеницы. В этом году 30 тысяч гектаров посеяли. Урожай, я думаю, что будет нормальный. Начали убирать хозяйство. У нас сейчас по району показывают больше 35 урожайность. Я думаю, что в этом году, если мы 30 тысяч пшеницы скосим, то почти один Амросиевский район может накормить ДНР. В ДНР сегодня на год нужно 168 тысяч тонн зерна пшеницы. Выращиваются культуры. Ячмень выращивается, лен 400 гектар посадили, гороха больше 500 гектар посадили, кукурузы посадили, больше 7 тысяч гектар пацонлух посадили, просо посадили, гречки посадили 400 гектар, гречиха в районе. Теперь, в прошлом году у нас было всего 32 гектара овощей. В этом году больше 200 гектаров овощей. Я думаю, что мы обеспечим их своих жителей и прилежащих городов, и Харциск, и Лавазь будем обеспечивать овощами. И бахчевы посадили, и картошку посадили, все посадили. Экономическая блокада со стороны Украины заставила сельских тружеников республики пересмотреть перечень культур, включенных в севооборот местных хозяйств. Горох забыли уже, когда сеяли. Лен тоже не сеяли абсолютно. Ну, овощи тоже мало сеяли. Просто-напросто во времена, когда Донецкая область находилась на Украине, в основном овощи завозились все с Николаевской, Херсонской области, Запорожской области. А сейчас мы даже себя овощами обеспечиваться. Я считаю, что все нормально будет в районе. Промышленность в основном все работает. Сейчас и Донцемент работает, и Промцемент работает. Я с руководством встречался, да, спрос на цемент есть, и Шиферный работает, это Техпром. Да, сейчас где-то на остатке больше 100 тысяч листов Шифера. Я думаю, что все работает, все нормально. Зарплату народ получает нормально. Угостить всех желающих вкусной ухой – это тоже в праздничных традициях новоивановцев. Свежепойманная рыба, местные овощи, соль и специи – рецепт простой и проверенный. Делится своими кулинарными предпочтениями шеф-повар праздничной кухни Виктория Наконечная. Заняло по времени 2 часа у нас. Мы дома начистили рыбку, сразу приготовили, чтобы было готово. Сюда приехали, начистили картошку, порезали ее. Ну и начали готовить уху. Соль, приправы всякие, чтобы вкусненько было. Все могут подходить и кушать. На сколько человек рассчитано? Ну, рассчитано почти на всех. Ну, сколько хватит. Готовили больше, чем в том году. Ухи мы сварили немножко, порядка 120-130 литров. Те предприниматели помогли с рыбой, те предприниматели помогли с огорода, с овощами. Мы сварили, предоставили всем, раздадим. Все бесплатно, все для людей. Это важно – угостить всех ухой. Праздник был в самом разгаре, и котлы с ухой быстро опустили. 120 литров свежеприготовленной рыбной юшки едва хватило, чтобы местные ушицы смогли отведать и новоивановцы, и многочисленные гости праздника. Субтитры создавал DimaTorzok В море воют ураганы, в синем море тонут лодки, и большие корабли. То ли Нептун, то ли Водяной. Самые внимательные, впрочем, разглядели в условно нечистой, но по-ивановски доброй силе главу местной администрации Андрея Яковенко. На Ивана Купала, оказывается, возможны и такие перевоплощения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встретить на празднике в Новоивановке девушку в традиционном венке из диких трав и цветов было делом обычным. Об этом очаровательном атрибуте древнего праздника здесь хорошо помнят. Венок собирала здесь, из всех трав, которые я видела, находила. Готовилась, перед этим смотрела передачи всякие, в интернете смотрела. К сожалению, не нашла тех цветов, которые я хотела. Маки к любви и подсолнухи к богатству. Но здесь я не нашла. Все, что нашла, в венок себе вплела. Мне помогали плести. Минут пять мы плели, наверное. Мы дольше собирали цветы, если честно. Тоже из полевых цветов нашли. Не знаю, что честно значит, но сплели. Мы приехали отдохнуть. Вообще, с каких нашли цветов, всех и сплели. Замуж девушки пока не собираются и еще не решили, пускать ли венок по воде. Но когда-нибудь обязательно найти своего суженого, конечно же, мечтают. ПЕСНЯ Да, сегодня очень большой праздник Ивана Купала. Это международный праздник. Он празднуется во всем мире. Славянские народы, крестьянские народы, его празднуют. Это большой праздник. Именно Ивана Купала. Получаю массу хороших положительных эмоций. Плохие эмоции нам надоели. Нам очень хочется уже радости, счастья. И мы его берем от любого праздника, от любых светлых лиц. Я считаю, что человек должен себе сам делать праздник. Мы уже второй год приезжаем сюда всей семьей. Виталинка еще была очень маленькая, когда мы сюда приезжали. Очень весело, задорно. Никаких происшествий. Все спокойно. Можно приехать и просто отдохнуть с семьей. Очень положительные эмоции, знаете. Мне кажется, правильно, что проходят именно такие праздники. Стоит поддерживать традиции. Это давняя традиция. Праздник Ивана Купала. Мы привезли внуков порадовать их старым славянским праздником. Показать, как это осуществляется у нас сегодня. Мы в основном следим за внуками. Вот сейчас, в данный момент тоже. Много позитива, много эмоций. Встречу всех своих близких, родных, земляков. Пусть все добиваются всего, чего хотят. Самое главное, чтобы была победа за нами. За Новая Россия, за Донбасс. Любви и позитива всем. На Ивана, на Купала, ой, Купала. Субтитры создавал DimaTorzok